Ограничить въезд мусульман в США снова хочет Дональд Трамп. Он вернулся к этому вопросу после лондонских терактов. Действия миграционного указа, которым вводится временный запрет на въезд для граждан шести мусульманских стран, нужно возобновить для повышения безопасности, так написал американский президент у себя в Твиттере. И о том, как отреагировала Европа на теракты в Лондоне, расскажет наш брюссельский корреспондент Елена Абрамович. Западные лидеры соболезнуют британцами решительно настроены бороться с терроризмом. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в открытом письме премьеру Терези Мэй назвал нападающих трусами. Им не удастся подорвать наши устои и демократию, отметил Юнкер. Немецкий канцлер Ангела Меркель подчеркнула, в борьбе против любых форм терроризма Берлин поддерживает Лондон. Французский президент Эммануэль Макрон написал в Твиттере, Франция поддерживает Великобританию как никогда. А премьер Эдуард Филипп призвал граждан не поддаваться панике. В свете этих атак нам необходимо оставаться спокойными и исполненными решимостью защищать те ценности, которые мы разделяем с британцами. Любовь к свободе и приверженность демократии. Среди пострадавших в результате теракта четверо французов. Во Франции уровень угрозы власти оценивают как самый высокий. Его не снизили со времен терактов, произошедших в Париже осенью 2015-го и в Ницце прошлым летом. Такой же уровень угрозы и в Германии после нападения на рождественской ярмарке в декабре. И в Бельгии, где, напомню, в марте прошлого года террористы совершили атаку в метро и в брюссельском аэропорту. Елена Абрамович, Вадим Свеидонов. Подробности. Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер.